Всем привет! И сегодня я хотела записать такое развлекательное видео без какой-либо смысловой нагрузки, без какой-либо информации, советов, лайфхаков и так далее. В общем, просто хотелось поболтать с вами, хотелось снять видео, а моих стильных нет. Последний раз я снимала такое видео, наверное, года два уже назад, я точно не помню. В общем, это было очень давно. И я так посмотрела на свой гардероб и решила записать это видео, потому что есть какие-то вещи, которые я никогда не покупаю, есть какие-то бьюти-штуки, которыми я никогда не пользуюсь. В общем, если вам интересно, то, конечно, доставать это не про то, что вам носить или не носить, это просто мои какие-то личные предпочтения. Я хочу услышать обязательно ваши стильные нет в комментариях. В общем, поехали! Итак, первая вещь, которую в моем гардеробе вообще нельзя найти, и я реально не пользуюсь этим уже очень много лет. Возможно, когда-то я к этому вернусь, но сейчас это 100% для меня такая вещь, которую я не ношу, это скини-джинсы. У меня их вообще нельзя найти, потому что я считаю эту вещь неудобной. Прежде всего, я считаю скини-джинсы неудобными, потому что, чтобы носить скини-джинсы и абсолютно не переживать о том, как ты выглядишь, нужно иметь настолько идеальную фигуру, чтобы она была идеальной в любой одежде. Но скини-джинсы это не для моей фигуры, это не для меня, поэтому я себя чувствую в них некомфортно, я себя чувствую так, как будто мне нужно постоянно следить за тем, как я выгляжу, за тем, как выглядит, не знаю, мой живот, мои ноги, одежда, которую я заправляю эти скини-джинсы. В общем, мне скини-джинсы неудобны, они мне не нравятся, хотя их, в принципе, можно носить актуально и современно с объемным вверх. Но я такой человек, который скини-джинсы как-то вообще исключил в своей жизни. Я сейчас ношу в основном прямые джинсы, а я ношу широкие брюки, широкие джинсы. Мне нравятся всякие мешковатые вещи больше, чем вот такие вот обтянутые, в которых я себя чувствую некомфортно на самом деле. Еще одна вещь, которая относится также к разряду скини-джинсов, но это больше, наверное, не джинсы, это джеггинсы. То есть это такие леггинсы, которые как бы выглядят как джинсы. Для меня эта вещь является не то чтобы даже стильным, не отличным, это такой, на мой взгляд, антитренд, который может удевшилять ваш образ. Мы об этом с вами уже когда-то говорили, собственно, поэтому у меня джеггинсов никогда не было, потому что это какая-то странная вещь, которая пытается казаться вещью, которой она не является. Поэтому джинсы обычные, либо обычные леггинсы, но не какое-то сочетание вот этого вместе, не микс, этого 100%. Следующая вещь, которую вы не найдете в моем гардеробе, 100% не буду носить эту вещь, это шляпы. Сколько бы раз я не пыталась купить себе шляпу, я даже очень хочу шляпу, но каждый раз, когда я меряю шляпы, я вижу, что они мне абсолютно не идут. Возможно, это из-за моего маленького роста, возможно, это из-за моей формы лица, из-за моей прически. Но шляпы мне, на мой взгляд, абсолютно не идут, я предпочитаю носить биреты, кепи, но не шляпы. Мне кажется, что шляпа не уравновешивает мой рост, мою фигуру, вообще мой образ, она как-то меня приземляет и вообще мне не идет. Поэтому шляпы я не ношу, хотя шляпы сейчас это один из самых трендовых головных уборов на сегодняшний день. Шляпы были уже актуальны некоторое время назад, несколько лет назад, они как-то потом перестали быть с нами, как-то в магазинах их не было, про них все забыли, но сейчас шляпы снова с нами, поэтому если вам шляпы идут, обязательно покупайте, носите шляпы, особенно с широкими полями. Это вообще выглядит максимально красиво, но я как-то вот не могу найти свою шляпу, поэтому можно сказать, что в моем гардеробе, скорее всего, шляпа никогда и не появится. Следующая вещь, которую не найти в моем гардеробе, это обтягивающие футболки и рубашки. Еще сюда можно отнести притальные рубашки с какими-то такими, знаете, короткими рукавами, либо тоже с такими обтягивающими рукавами. В общем, в моем гардеробе 100% не найти обтягивающую футболку или рубашку. Вот видите, у меня эта рубашка, она абсолютно свободная, и я люблю такие вещи, потому что я люблю и предпочитаю комфорт. Вот обтягивающие футболки плохие не только тем, что они не актуальны на сегодняшний день, они также неудобны в носке, потому что обтягивающая футболка это та вещь, которая не скорректирует вашу фигуру, она наоборот подчеркнет какие-то недостатки. Если есть, например, если вы там вспотели или еще что-то, и ваша футболка обтягивающая, на ней все эти следы сразу будут видны, это будет очень эстетично выглядеть. Поэтому я не ношу обтягивающие футболки, не ношу футболки, рукава которых очень короткие, либо заканчиваются на самой широкой части руки, потому что, опять же, это неправильно корректирует фигуру, неправильно подает там руки, неважно, насколько они у вас худые или полные, обтягивающие футболки с короткими рукавами это абсолютно не моя тема, ну и, соответственно, это уже немножко такая устаревшая вещь. Фигующие рубашки уже также можно отнести к разрядам даже антитрендов, а не просто каких-то моих личных стильных нет, потому что все рубашки, которые вы сейчас видите, которые можно назвать актуальными, базовыми, которые прослужат вам очень много времени, которые будут сочетаться абсолютно с любой одеждой, это, конечно же, свободные рубашки, свободного кроя. Между ними и вами должен быть воздух, вы можете легко с ними создать многослойность какую-либо и не будете чувствовать при этом какого-то дискомфорта, стянутости и так далее. Следующий мой стильный нет, это вещи из натурального меха и это, возможно, какая-то отделка из натурального меха на аксессуарах и так далее. Я не ношу вещи из натурального меха, у меня в детстве были шубы из натурального меха, потому что мои родители мне покупали, заставляли меня носить эти шубы, но мне они никогда не нравились. Сейчас такое время, что искусственный мех уже не отличить от натурального меха и, в принципе, искусственный мех больше в тренде, чем натуральный уже давным-давно, потому что это этично, экологично и все такое, как вы понимаете. Я все-таки за шубки из искусственного меха, за вещи из искусственного меха Искусственный мех может смотреться круто в абсолютно разных цветах Следующая вещь, по которой моя личность сильная нет, это майки Вы знаете, мы с вами говорили в одном из предыдущих видео про тренды, что майки сейчас на пике популярности Они актуальных советуют носить и в вечернем наряде, и в повседневном, и на пляже, и вообще на работу, куда угодно Такие майки-алкоголички Я такие майки не люблю И носила в последний раз, наверное, вот, чтобы не соврать, классе в седьмом Топы как-то в этом плане, они намного лучше подают фигуры, намного лучше сидят И, соответственно, топы больше подходят под все, чем майки Потому что майки для меня это все-таки такой больше спортивный элемент, какой-то даже домашней одежды А вот топы, это что-то на выход, это что-то изящное, это то, с чем можно комбинировать другие вещи Например, топ можно надеть сверху на рубашку, это будет смотреться интересно С топом можно создавать различные многослойности, например, надевать, не знаю, на платье, надевать на водолазку Также можно, не знаю, надевать с жакетом, с чем угодно И это не будет выглядеть неуместно, потому что топ, например, даже в бельевом стиле Он будет намного лучше сочетаться с другими вещами, чем майкл-кобеличка Следующая моя стильная нет, это гипюр, и это платье из гипюра Это какая-то гипюровая отделка, чаще всего это, конечно же, платье из гипюра У меня раньше был такой бизит, мне очень хотелось платье из гипюра Очень стиль, я не знаю, почему, это было, наверное, классе в девятом Я не знаю, зачем мне это нужно было, но мне очень хотелось Сейчас же я понимаю, что дешевый гипюр выглядит очень плохо Удешевляет образ, иногда это может быть вообще выглядеть даже вульгарно В каких-то конкретных случаях, на каких-то конкретных платьях Все вот эти гипюровые вставки не очень уместно выглядят и не очень хорошо Просто не слишком качественно, они никого не красят, на мой взгляд Такие гипюровые платья, гипюровые вещи, тем более, если вот этот материал, он достаточно дешевый Если он, особенно, с китайских сайтов, с каких-то, он никогда не будет смотреться хорошо Поэтому вам тоже рекомендую избегать таких вещей Мы с вами когда-то о них уже говорили, наверное, в прошлом году В каком-то видео я рассказывала о том, что эти вещи не самые удачные Они чаще всего опасные и не могут никак хорошо подать ваш образ Не могут хорошо его собрать, чаще всего они его только портят Поэтому, собственно, у меня нет таких вещей в гардеробе Если, говорите, каких-то бьюти нет, то есть это такие вещи, которые я не использую в макияже, в краске волос, в прическах и так далее У меня здесь немного пунктов, но первый из них это голубые тени Я ничего против них не имею, тем более, сейчас, когда 2000-е снова возвращаются в моду Голубые макияжи тоже возвращаются в моду Но мне просто не идут голубые тени, потому что к светлым таким голубым глазам больше подходят бронзовые оттенки Оранжевые, желтые, они лучше подчеркивают цвет глаз А вот голубые тени как раз-таки могут все испортить В моем случае я рассматриваю вариант, например, с голубыми стрелками, да, или с какими-то синими стрелками В общем, с какими-то маленькими вкраплениями этого цвета, но не монохромный макияж в голубых оттенках Следующее моё бьюти нет, это контуринг Я вообще не пользуюсь контурингом в обычной жизни Не пользуюсь им даже сейчас для видео Потому что мне это кажется жутко неестественным Хотя я знаю, что кому-то это может подойти Но я пользуюсь контурингом максимально редко Только для каких-либо фотосессий, возможно А так ни сейчас, ни в жизни я его не использую Потому что он мне кажется неестественным, некрасивым Тем более, когда идет перебор с контурингом, это сразу видно В общем, зачем создавать какие-то пятна на своем лице? Я не пользуюсь этим Раньше я, кстати, активно пользовалась контурингом Когда у меня только появилась палетка Собственно, для этого самого контуринга я прям активно использовала Но потом как-то у меня рука перестала тянуться И все И сейчас даже когда я прихожу к визажистам Все визажисты очень почему-то любят делать контуринг жесткий Я понимаю, что на фотографиях этого не видно То есть на профессиональных фотографиях этот контуринг не будет заметен А так сильно, как в жизни Но мне все равно не нравится Потому что даже на фотографии выглядит неестественно Поэтому я всегда прошу либо делать абсолютно медиум контуринг Либо вообще его не делать Ну и последнее моё бьюти нет Это цветные волосы Я раньше носила цветные волосы И каждый год меняла цвета У меня были розовые волосы, фиолетовые волосы, красные волосы, оранжевые волосы О, господи Каких только у меня волос не было Каких только причесок у меня не было Но сейчас последние, наверное, лет пять Я не крашусь в красный больше Я не крашусь в фиолетовый, в розовый Я больше не меняю кардинально свой цвет волос Ну, не то чтобы кардинально На какие-то неестественные оттенки я имею в виду Сейчас я предпочитаю всё более естественные Возможно, я уже старею Потому что весь вот этот период С моими красными, розовыми волосами, с жёлтыми Был в то время, когда мне было лет так от 15 до 19 Вот в этот момент я красила волосы активно Очень в яркие цвета Сейчас же я как-то к этому уже остыла Мне кажется, что на мне это смотрится сейчас непонятно абсолютно Тем более с возрастом это начинает смотреться немножко даже странно Когда, например, вам становится больше лета Вы всё равно красите волосы в какие-то странные яркие оттенки Я считаю, что это не очень уместно может быть Поэтому на себе это больше не вижу Вот как-то остыло Не хочется больше ничего яркого Не хочется татуировку какую-то набить себе Не хочется сделать себе кучу пирсингов Вот этот юношеский максимализм уже прошёл Сейчас мне хочется чего-то более естественного Естественный макияж, естественную кожу Естественные волосы Любые оттенки, естественное приветствие У меня был блонд, мне очень нравится Возможно, я его скоро верну Кстати, иду к этому активно сейчас Мне нравятся такие тёмные оттенки волос В общем, любые естественные окрашивания Это то, что сейчас люблю Но цветные волосы на себе уже больше никак абсолютно не вижу. В общем, да, на этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно пишите свои комментарии, что является вашими такими стильными, нет. И мне будет очень интересно почитать. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока!